Пожалуй, серость города разбавляет только выпавший на выходных снег, который очень порадовал красноярцев. Температура воздуха в субботу была около минус двух, а к вечеру пошел небольшой снегопад. Поэтому в воскресенье социальные сети буквально заполонили фотографиями горожан с Гремячей Гривы, набережной и острова Татышева. А вот некоторые люди уже открыли горнолыжный сезон, правда не в Красноярске, а за городом. Но в Бобровом лагу пообещали, что планируют начать сезон у нас уже на этой неделе. А вот что касается погоды на эту неделю, то прогнозы достаточно оптимистичные. Так, понедельник начался с комфортных температур. 23 ноября в Красноярске были стабильные минус пять градусов, временами шел небольшой снег. А вот ночью столбик термометра опустится до минус одиннадцати. Со вторника в Красноярский днем начнет постепенно холодать. Так, 24 ноября красноярцев ждут минус девять градусов, снега или дождя не будет. В среду температура воздуха вновь опустится до минус одиннадцати. А днем может выглядывать солнце. Ночные морозы в это время могут достигать минус двадцати градусов. В четверг и пятницу особых изменений не будет. В эти дни в городе будет солнечно, морозно и безветренно. Поэтому к концу рабочей недели красноярцы наконец смогут прогуляться. Уже в субботу столбик термометра начнет постепенно подниматься. Так, 28 ноября в городе будет минус одиннадцать, а уже в воскресенье 24 ноября минус семь. На выходных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют хорошую погоду для того, чтобы выйти на улицу. Многие красноярцы уже ждут, когда в городе установятся стабильные морозы и без температурных качель. Но, кажется, в декабре нас ждет переменчивая погода. Так, метеорологи говорят о том, что до середины декабря в Красноярском крае будет достаточно тепло и мало снега. Кроме того, с наступлением минусовых температур жители региона стали больше пользоваться электроприборами. Из-за этого возросло число пожаров. Так, только на прошедшей неделе в 70 жилых домах произошли возгорания, в которых 13 человек погибли. Сотрудники МЧС просят красноярцев быть внимательнее и аккуратнее обращаться с отопительными печами. Полин Михальчук, Владимир Антонов, Новости ТВК.